Итак, друзья, ну что, всем привет, всем доброго времени суток, друзья, мы сегодня находимся в GTA 5 РП на сервере с Тревберем, наконец-таки я снова тут нахожусь. Друзья, под предыдущей серией очень много лайков, очень много комментариев вы оставили и говорили о том, чтобы да, продолжай играть, да, продолжай снимать, наконец-таки, друзья, у меня на канале смотрят какой-то другой разнообразный контент, я обязательно буду снимать на этом сервере. Еще пока что спрашивают по поводу промокода, друзья, по поводу промокода пока что не знаю, нужно будет списываться с администрацией, если мне все же дадут промокод, то я дам вам его и, собственно, будете там получать всякие бонусы, не бонусы, поэтому можете пока что, ну, если хотите от меня бонусы получать, то можете немножко подождать, в принципе, не торопиться с бонусами. А если вам как бы не втерпел, что можете уже вводить каких-то других ютуберов, поэтому, друзьям, если что, ожидайте. Так вот, чем закончилась предыдущая серия? Я, получается, начал выполнять задание от Майкл, самое первое, и в той серии у нас, получается, обманули на тысячу долларов. Я вообще просто по какой-то, блин, я не знаю, какой я невнимательный человек, и мне, в принципе, сделали заказ, то есть за эту тысячу долларов меня могли просто по всей карте повозить, а я за тысячу долларов, блин, просто проехал сто метров. Это прям очень было обидно, на самом деле, я не знаю, зачем так люди поступают, но надеюсь, что вы его голос услышали и будете потом ему говорить, насколько он дурачок. Ладно, собственно, по поводу автошколы, то есть вы уже в предыдущей серии тоже слышали о том, что к нам, как бы, ну, человек, который, как бы, играет на сервере, который меня, собственно, обманул на тысячу долларов, очень обидно, на самом деле, сказал о том, что, типа, вот, там какие-то проблемы возникнут с автошколой. На самом деле, друзья, никаких проблем у меня не возникло, я сдался с первого раза, я, собственно, не стал это записывать, потому что думал, ну, зачем мне, типа, записывать автошколу, если по-любому, по-любому уже каждый ютубер это записал. Так вот, друзья, поэтому, в принципе, никаких проблем нету, просто внимательно читайте теорию и по поводу светофоров, там будет прям вообще просто закореченный вопрос, на него отвечайте по поводу светофоров, разрешается ли проезжать на красный, вы отвечаете то, что он там вообще не нужен, эти светофоры типа вообще как бы, ну, не взаимодействуют с сервером, как бы с РП, поэтому я сдался с первого раза и как бы кататься как хотите и можете вообще, на сдачу получается вождение, просто можете врезаться, не врезаться, в общем, друзья, все, сдадитесь с первого раза, я вас верю, так вот, вообще, что я хотел бы сделать в этой серии, собственно, вчера или позавчера вышло обновление на сервере, добавили новые тачки и я хотел бы сейчас посмотреть, ну как, нет, не позавчера даже, наверное, не января так 16-17, но, собственно, я на сервере не играл, очень сильно хотел на него зайти, посмотреть вообще что да как, поэтому, друзья, давайте, наконец-таки зайдем в этот автосалон, я уже так сильно хочу покататься хотя бы просто на Тезрайве, Е34, друзья, вот эти вот три машины я уже видел, Toyota Camry V40, ну-ка, а, это та самая легендарная 3.5, сейчас давайте задний привод сделаем, скорость 71.100, ускорение 20%, ну, Camry 3.5, к сожалению, на сервере не варит, не варит, да, у нас именно не варит, не валит, что по звуку? Такое, он даже не отстреливает, как видите, друзья, модель именно от сервера, то есть, смотрите, шильдики GTA 5 RP, а, что у нас тут по салончику? Блин, салончик прикольный, но торпеда, конечно, не такая качественная, как у Майбаха, мы еще покатаемся, друзья, на Майбахе, мы сейчас покатаемся еще на Гелике. Camry, вроде как, уже давно добавили, но вот я хотел бы просто побольше машин потестить сегодня в ролике, да вообще просто покататься, почему бы и нет, я очень давно не играл вообще в GTA 5, я помню, играл один раз в IFM, но там такие модели были не очень, то есть, они или не прогружались, они или были какие-то без фар, без колес, короче, в общем, не очень были сервера, и вот этот сервер прям очень сильно мне напоминает МТА, МТА, и сейчас, друзья, вот я сейчас разгонюсь куда-нибудь, и прям хочу протестить повреждения, вот не знаю, как они будут ломаться, вообще, как они будут повреждаться, просто хочется посмотреть на повреждения, на ДТП, как они будут выглядеть, ох, ёпта, ну, пацаны, ну, согласитесь, вот это вот, вот это вот уже повеселее, то есть, как мы играем в МТА, мы врежемся, у нас просто задымит двигатель, просто, друзья, получается, откроются двери, и все, это максимум, что, друзья, может повредиться на серверах в МТА, поэтому именно из-за этого я сейчас потихонечку, потихонечку, все больше и больше буду играть в ГТА 5, и, друзья, я надеюсь то, что совсем скоро еще так же CCD откроют, но пока что, друзья, мы можем на ГТА 5 РП, собственно, повеселиться с этого сервера, и я не собираюсь уходить даже при открытии ГТА 5 CCD Planet, вот, будем там и там играть, но повреждения, блин, ну, очень крутые на модели, ну-ка, на, нахуй, ну-ка, давайте попробуем просто вот, ой, поцарапал, ну, блин, это очень прикольно, блин, повреждения очень классные, конечно, в ГТА 4 получше были, но это, друзья, ГТА 5, ладно, давайте посмотрим, что тут еще есть, Mercedes A45, это что за машина вообще, а, Mercedes, а, понял, прикольная тачка, Volkswagen Touareg, пацаны, надо его затестить, то есть, я не знаю по поводу него, вроде как нет, чтобы вы понимали, 800 тысяч долларов, это, друзья, 8 тысяч рублей реальных денег, если вы будете донатить, ну, блин, пацаны, тест-драйв, я, конечно, очень сильно люблю Volkswagen, я не знаю почему, но вот прям Volkswagen меня вообще вкатывает, ну, Touareg, я прям люблю большие джипы, вот, блин, ну, Touareg, это все, ну, конечно, вот именно такой, вот сейчас новый какой-то Touareg вышел, у Volkswagen, но, пацаны, знаете, новый мне не очень нравится, как вот этот старый, вот в белом цвете, вот если бы можно было бы его сейчас закатать в круг на тест-драйве, то можно было бы прям вообще прям погонять, полетать, можно даже было не развиваться на сервере, не работать, а просто на тест-драйвах гонять, развлекаться, только, конечно, к сожалению, с людьми мы не поиграли, но, друзья, вот на сервер этот я пришел не ради Touareg, на самом деле, я пришел сюда ради одной пушечки, которая прям, ну, мне вообще просто настолько сильно нравится, это BMW X5 E53 кузов, пацаны, вот именно ради этой машины я сюда пришел, я один раз тут встретил уже у игрока, она была полностью катана, то есть, чтобы вы понимали, сколько тут, 200 тысяч или 2 миллиона, что-то я не могу понять, вроде как 2 миллиона, что ли, короче, очень дорого она стоит, то есть, мне на нее не хватит, бак тут 805 литров, багажник 100 килограмм, то есть, можно в багажник тут складывать, можно затонировать ее, затюнкать, как вы хотите, давайте затест-драйвим ее, пацаны, вот просто послушайте выхват даже, ну, когда она заводится, она поприятнее звучит, ой, блин, вот даже вот отсюда страшно съезжать, но давайте мы по РП выйдем, вот тут, а то как бы там, блин, повреждать ее я вообще не хочу, но сейчас мы все равно покатаемся, мы все равно как впилимся куда-нибудь в стену, хочется посмотреть на повреждения, ну, бля, пацаны, вот это да, вот это да, вот это уровень, фары, все, нет, вот все, пацаны, я влюбился, вот теперь я буду копить именно на BMW X5, получается, надеюсь, то, что я на него накоплю, как он выглядит в салоне, кстати, в салоне он очень качественный, смотрите, парни, и торпедой, и радио, и все, и всякие подсветки, сиденья, короче, он очень качественно выглядит в салоне, ну, прям вот за BMW X5, вот прям отдельный респект, давайте попробуем как-нибудь сейчас разогнаться, и как-нибудь прям с жопой улететь куда-то в стену, ну-ка, нет, с жопой не получилось, получилось только мордой, ну, такой, знаете, крепкий такой X5, сразу видно, хотя, знаете, у нас с правой бочины спереди пока нет, как бы пока ничего не могу сказать, снесу ее нахуй, очень быстро, конечно, но, блин, X5 я прям уважаю в таком кузове, кстати, очень интересно посмотреть вообще, есть ли какой-то другой, смотрите, мы просто врезаемся, появились на заднем багажнике мятины, насколько же это все реалистично выглядит, наконец-то, физика в GTA V, сервера наподобие просто МТАшки, вот этого, друзья, я ждал очень долго, так, давайте посмотрим тогда еще там, по типу Майбаха, вот Audi RS6 Avant еще, я не знаю, добавили ее недавно или она уже была, вот, во, еще одна машина, которая, ну, прям вообще мне заходит, это вот уже, получается, у меня, блядь, ну выхлоп, вот она, пацаны, очень приятно сейчас прозвучала, когда завелась, ну-ка, парни, вы слышите, да, как она звучит? Я надеюсь, вы это слышите. Я надеюсь, то, что вы это слышали, я просто сейчас молчал ради того, чтобы вы просто послушали этот звук, насколько он кайфовый, насколько он классный. Не, ну, пацаны, вот это вот, вот это вот, блядь, заслуживает прям отдельного уважения, уважения, и я вот не знаю, на самом деле, вот сейчас у меня выбор просто разделяется, или BMW X5, или Mercedes, конечно, сейчас BMW Drotcher скажет то, что Beha, Mercedes Drotcher скажет то, что Mercedes, но, пацаны, я на самом деле выберу то и то. Ну, блядь, вот на самом деле я вот на некоторые сервера в МТА даже иногда ходил ради вот этого Mercedes E63. Так, давайте сейчас заценим повреждения на этом Мерсе. Блядь, ну, боком на нем еще можно так же походить. Блядь. Сука, пушка. Я другого вообще ничего не могу сказать. Сука, пушка. Какой же он кайфовый, Мерс. Да не то, что даже Мерс, просто сервак. Так, а теперь время въебываний. Я просто по-другому не знаю, как это назвать. Блядь. У нас вылетело. Tesla Model X, BMW M2, но я не хочу ее заценивать. Tesla у нас прогрузилась. Я уже испугался то, что у нас вылетело. Porsche Cayenne. Угу. Porsche Cayenne. Ммм, пушка. BMW X6M, BMW M8, Mercedes GLE Hammond. Вот, вот что добавили в обнове. Давайте даже послушаем звук. Вот просто ради звука. Не, ну по звуку на GLE не очень, на самом деле. Прям вообще ни о чем. Ну-ка, если ушатать его. Такое. Так, Mercedes G-T63S. Акула. Всеми любимое в сером цвете. А, тут оно не получится, а, в сером. Ну давайте в черном. Вот, вот это да. Вот это звук. Вот это звук. Ну-ка, парни, что тут у нас в салоне, если мы включим фары. Подсветки нету синий, да? Как обычно в Mercedes. Сах. Что-то у меня даже из... Просто слова как-то глотаются, потому что... Слушайте звук даже. Он очень грубый, он очень дерзкий. Да вообще сам Мерс... Бля. Я не могу, парни. Он боком будет ходить? Ну, кстати, вот тут-то, вот у этого Мерса, мне больше всех нравится пока что салон вообще, как он выглядит. Он, наверное, больше и лучше всех проработан. Вот еще бы вот Sport S, ну, типа Sport Plus, ой, Sport S говорю. Sport Plus бы еще вот лучше вот работал бы, там, Sport Plus, там, D, не D, вот это можно было бы переключать, тоже было бы круто. В общем, накатался я на GT 63, вот. Как там, 4 Plus Matic, или как это, или у нас 222 так назывался, я не помню. На сервере вам что-то подобные названия были. В общем, прикольный Мерс. Давайте пойдем дальше. Я вообще сюда пришел, да, в автосалон. Чтобы заценить вот эту вот тоже пушечку. Вот про нее я тоже не забыл, только у нас почему-то тут проблемы с цветами. Я как бы выбрал черный. Тут такой себе, конечно, цвета мне. А, тонировку еще можно выбирать, или как это? А, нет, уже салон выбирается, смотрите. Сейчас бы как раз на салон был Мерс. Так, черный. А вот машина в черном не красится, да? Ладно, пусть будет белый. Так, тест-драйв. Тут, кстати, у Maybach тоже такой звук приличный. Так, а что тут по салону? Вот тут должна подсветка работать. Нет, не работает. Торпеда. Вот, кстати, знаете, у Акулы, почему-то у Акулы, на самом деле, вот, салон был получше, а вот звук у этого Мерса получше. Ну-ка, вот в салоне лучше слышно. Еще, друзья, пока я нахожусь на сервере, я заметил, что тут есть, оказывается, поворотник. Я почему-то вообще на это вниманием не обратил. Можно нажать NUM 8. Это у нас... У нас должны быть поворотники. Ой, аварийка. NUM 8, по сути. Ладно. А, круиз-контроль есть. Все. Круиз-контроль установлен на 61. А, это получается... Нет. Ну-ка. Ладно. Автопилот. Ну-ка. X нажму. Как-то он пока не работает. Либо не доработали, либо что-то я не так делаю. Кстати, Maybach вообще боком хуярит. Ну-ка. Вот так вот, прикиньте, взять на тест-драйв. Вот так вот, вот так вот сделать. Все. Ты уже, можно сказать, вообще на улице живешь. Ладно. Maybach мы тоже заценили. Пойдемте дальше. Ламборгини. Так. А, нет. Нет-нет-нет. Ламборгини. Тут что-то у нас не прогружается. Ладно. McLaren 720S. Мы снова залагали, да? Снова вылет? Или как? Вот в чем минусы GTA V. В том, что русские модели иногда подводят. Ну что, ребята. Я снова в GTA V. Я, конечно, устал уже перезаходить. Блин, вот прям максимально устал перезаходить. Потому что русские модели, то есть, просто GTA-шка не вывозит. То есть, сами понимаете, GTA V, все. Все дела. И как бы русские модели, ну типа, это вообще не предусмотрено. Я только что зашел. Сейчас все прогрузится. Все. Все идеально. Теперь побежали. Если бы я, друзья, сейчас каждый раз, просто каждый раз бы брал в аренду в скутер, то, естественно, было бы все плохо. И мне бы приходилось тратить, наверное, долларов уже 400. Потому что я, ну блин, четвертый раз пытаюсь записать ролик. Давай уже все прогружайся. Потому что я запись начал рано. Вообще не дал даже прогрузиться к GTA-шке. Так, давайте местный арендово... Так, арендодатель. Давайте возьмем у него тогда сейчас скутер. Доедем. Так. Все, я его завел. Кстати, его... Так, я забыл управление транспорта. А, погодите. Круиз-контроль. Это все мы уже видели. Открыть-закрыть. Это L. Все, машина закрыта. А то, мало ли, украдут. Я настолько везучий, что его могут украсть. Давай. О, посмотрите, как все долго прогружается. Но это называется, друзья, все. Эта стадия называется оперативки и процессора, как бы. Поэтому... Ладно, мы уже подъехали. Вон, уже люди начали кататься. Уже 200 онлайна. Я зашел снимать сюда, чтобы вы понимали. Тогда, когда было 100 онлайна. А сейчас уже вон по 200. Мафиозник вышел. Бля, я только шлем одел. Под конец. Нормально. Ладно. Ну что, давайте затестим последние тачки, которые у меня были интересны. Это, получается, сейчас Макларен, на котором у меня вылетело. Так, Бэха. Так еще до сих пор и не прогрузилась. Что? Что-то сегодня с сервером не так, но я знаю то, что сервер как бы должен открыться. Типа сегодня третий сервер должен открыться. И что-то как-то что-то не так идет. Мне кажется. Да. Что-то не то. Ладно, друзья. Давайте мы на этом закончим серию. Потому что... Я сейчас буду перезаходить сто раз. И как бы не вижу просто смысла. Поэтому, друзья, давайте увидимся в следующей серии. С вами был я, Мишан. Обязательно подписывайтесь. Обязательно ставьте указы. Всех люблю. Всех целую. Всем удачи. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok